Теперь жители Безымянки и других отдаленных районов города смогут без пересадок добираться до стадиона Самара-Арена. В Самаре завершилось строительство новой трамвайной ветки, ведущей к стадиону. Теперь трамваи будут поворачивать направо в районе перекрестка Московского шоссе и Ташкентской, когда, как раньше, они шли прямо, минуя Самару-Арену. Что весьма кстати, в новогодние праздники жителей города ждет насыщенная программа на площадке стадиона. Мы и ставили эту задачу, оживить это кольцо и для того, чтобы сегодня все маршруты, которые идут у нас из города, все маршруты, которые идут в город, они все заходили через кольцо трамвая, как мы его называем, и здесь будет дальше развитие этого транспортно-пересадочного узла. В ближайшее время до стадиона Самара-Арена можно будет добраться на трамваях пяти маршрутов. 7-м и 24-м К по будним дням и 11-м и 12-м по выходным. 25-й маршрут будет работать в дни футбольных матчей и праздников. Сократится и время в пути за счет автоматических трамвайных стрелок. Теперь водителю не нужно выходить из вагона, чтобы переложить стрелку вручную. Механизм переключения автоматических стрелок будет синхронизирован со светофорами. То есть трамвай подъехал, ему будет заранее или включаться красный свет, или включаться будет автоматически зеленый свет для того, чтобы трамвай не стоял. Все это сделано для того, чтобы ускорить перевозку трамвайов. И, соответственно, это все будет в общей концепции умного города. Строили новую ветку два месяца. Долго ждали трамвайные стрелки из Чехии. На объекте работают европейские специалисты, которые подготавливали площадку стадиона к проведению чемпионата мира. Очень рад, что в Самаре уделяют внимание новым технологиям строительстве трамвайных путей. Сейчас подрядчики должны подготовить все необходимые документы для сдачи объекта в эксплуатацию, после чего будет организовано регулярное движение. От стадиона можно будет уехать в различные районы города. Трамваи по правому повороту к Самаре-арене планируют пустить в конце декабря. Мария Левна, Василий Калдашов. События.